14 сентября произошла перестрелка между пограничниками Киргизии и Таджикистана на границе двух стран. По данным пограничной службы Киргизского госкомитета национальной безопасности, инцидент случился в местности Булак-Баши Баткенского района, где были обнаружены пограничники Таджикистана, которые заняли боевые позиции на участке границы в нарушении достигнутых ранее договоренностей. По словам представителя пограничной службы, таджикские пограничники отказались покинуть территорию и открыли огонь по киргизским военным. В ходе последовавшей перестрелки с таджикской стороны были применены минометы. В ответ пограничники Киргизстана также применили оружие. Конфликты были в прошлом году и пару лет назад. И они имеют свойство обостряться совершенно случайно по каким-то мелким буквально столкновениям, то есть вроде бы из ничего рождается какая-то такая небольшая стычка, перестрелка. Она часто бывает и без жертв, и без всего, но вот как бы показывает, что напряженность вот эта между государствами сохраняется. Есть состояние определенной пограничной напряженности, и различные нарушения, они как бы приводят к тому, что происходят подобные столкновения. Территориальные противоречия между Киргизией и Таджикистаном связаны с тем, что в советское время границы республик определялись по большей части случайным образом, потому что Советский Союз не рассматривал возможность конфликта между братскими республиками. Таким образом, после распада СССР сложились независимые центрально-азиатские государства, которые не терпят территориальных противоречий, поэтому они вновь появляются с определенной периодичностью. Вторая проблема, еще более острая, это проблема, связанная с водораспределением. В этом смысле Киргизия является уникальным регионом, уникальным государством, которое фактически контролирует водные ресурсы, которые затем распределяются по республикам Центральной Азии, потому что горы, горные массивы, откуда идут вот эти реки, они располагаются на территории Киргизии. Поэтому Киргизия, она как бы говорит о том, что вот эти водные потоки, она имеет возможность контролировать. Ну а это, в свою очередь, естественно, связано с сельским хозяйством. Данная проблема, к сожалению, исторически сформирована, и одномоментного решения этого вопроса просто не существует. По словам эксперта, в нынешней вялотекущей конфликтной обстановке между Киргизией и Таджикистаном Россия будет выступать в роли медиатора. Однако, даже несмотря на вооружение с обеих сторон, рассматривать эту ситуацию как серьезный мировой конфликт все же не стоит. Карина Саяхова, Универньюс.